Последний резервный день первого этапа репетиционного тестирования – 21 декабря. Сегодня уже 9 тысяч человек прошли его, но в запасе у абитуриентов еще 4 дня, а потому в полку тестируемых может прибыть. Традиционно наиболее популярные предметы – русский и математика. Это два из 14, по которым можно сдать тест. Параллельно с окончанием первого этапа в БРГТУ объявлен набор на второй этап репетиционного тестирования. Он пройдет с 11 января по 22 февраля и принесет с собой некоторые перемены. Абитуриенты, которые к нам придут в 2015 году, то есть на второй-третий этап, они увидят, что бланк ответов немножко поменялся, то есть появится личный номер. Этот личный номер абитуриент сам ставит, то есть он выдумывает любые цифры. Делается для того, чтобы лично он мог узнать свои результаты, а не кто-то со стороны, то есть зная его, например, серию номер паспорта, мог бы вычислить, скажем, какие показатели у него по тому или иному предмету. В этом году потенциальные студенты могут посетить три этапа репетиционного тестирования. Если со сроками первых двух определено, третий пока в разработке. Некоторые абитуриенты считают, что репетиционное тестирование – это пустая трата времени и денег, поэтому предпочитают записываться сразу на ЦТ. Однако так ли это на самом деле и действительно ли РТ – это лишний повод для волнений? Ответ на этот вопрос наша съемочная группа решила узнать, что называется «из первых уст». Репетиционное тестирование мне при поступлении, я считаю, то, что помогло, потому что я узнала, какие, возможно, я могу допустить ошибки при централизованном тестировании. Репетиционное тестирование играет важную роль. Во-первых, ты после школы подготовишься у репетиторов, после этого ты не знаешь, к чему уйти, на что быть настроенным. Ты приходишь в университет на репетиционное тестирование, знаешь, как хотя бы пройти ответы эти, расставить это все. Ты знаешь, какие будут примерные вопросы, знаешь, какие ответы на них отвечать и давать. Репетиционное – оно легче, но как бы просто для разгона. Оно разгоняет на тот лад, чтобы выйти на уровень централизованного тестирования. Конечно, помогло. То есть, похожие задания были в этих тестах, и как бы что-то можно было нормально решать и помнить уже с репетиционных тестирований. Как показывает статистика, оценки на первом этапе значительно ниже, чем на главном вступительном испытании. Такая тенденция вполне понятна. Если первый этап – это скорее знакомство и раскачка, то на ЦТ абитуриенты приходят более собранными и подготовленными. Более того, в этом году региональный центр тестирования и Республиканский институт контроля знаний заключили договор, согласно которому абитуриент получит право на консультацию по тем ошибкам, которые он совершил во время РТ. Стоимость этой услуги – порядка 30 тысяч. Другими словами, потенциальный студент, побывавший на всех трех этапах репетиционного тестирования, чувствует себя более уверенно после консультации педагога. По прохождению репетиционного тестирования никаких ограничений нет. Это могут прийти и десятиклассники, и девятиклассники, и, соответственно, те люди, которые закончили давным-давно, школу, СУЗ, даже, в общем-то, высшие учебные заведения. Зарегистрироваться, соответственно, надо позвонить к нам в центр тестирования, мы подскажем, по какому номеру, либо, как правило, мы на сайте технического университета размещаем информацию о месте прохождения в районных центрах. Соответственно, там указываются телефоны, и через отдел образования идет регистрация. Кстати, цена вопроса – 50 тысяч 100 рублей. Черная гелевая ручка, паспорт, квитанция по плате и знания. Скромный багаж абитуриента на РТ уже успел стать притчевой из ЭЦАХ. Тот, кто по какой-либо причине опоздает или не сможет прийти на первый или второй этапы, квитанция по плате будет действительно и на третьем, вплоть до апреля. Регистрация на ЦТ будет проходить в мае, в то время как само испытание во второй половине июня.